Паранойя казахстанского правительства Ну, как-то уже привыкли мы к фейсбуку, уже общаться Но вы считаете, что социальные сети это вредная вещь? Ну, для кого как вообще-то Для кого-то вредно, для кого-то полезно Для кого-то, которые дома сидят люди Для них, наверное, полезно Без интернета трудно Интернета самое главное сейчас Все общаются там Вы как считаете, социальные сети, они не вредны? Ну, нет, даже очень полезные В число респондентов попала гражданка США У нее наш вопрос вызвал недоумение Как вы считаете, насколько государство имеет право ограничивать доступ? К социальным сетям? Я не думаю, что они должны иметь право к этому отношению Возможно ли такое, допустим, в Америке? Нет, нет Потому что там не... Не знаю, это большие были Ну, много людей было против этого Я не думаю, что это смогло произойти А в Казахстане? В Казахстане, ну, да Видимо, могло бы Если хотят, то закроют Закон о связи будет дополнен статьей 41.1 Суть которой в том, что отныне прокуратура за три часа Без решения суда может заблокировать в стране Весь интернет и сотовую связь Поводом этому может послужить не только пропаганда преступных действий Таких как экстремизм и терроризм Но и призывы к митингам А также уголовно наказуемые распространения вредных слухов Новую статью уже утвердили сенаторы Дело за малым Подписью Назарбаева Генеральный прокурор или его заместители Направляют требования о блокировке сетей и средств связи Оказание услуг связи и доступа к интернет-ресурсам в агентство РК по связи и информации В течение часа агентство пересылает требования операторам связи И в подведомственное ему РГП государственная техническая служба Те обязаны за три часа заблокировать указанные ресурсы Теперь без суда и следствия казахстанцы могут быть отрезаны от всемирной паутины В частности, от любимых социальных сетей В одно мгновение могут быть заблокированы такие приложения, как Skype, WhatsApp, Viber, Mailagent Которые позволяют бесплатно общаться с родственниками и друзьями по всему миру Также власти не забудут забанить онлайн-СМИ и множество других сайтов Одним словом, вне закона в кавычках может оказаться весь интернет КОНЕЦ